Привет друзья! Сегодня расскажу вам о молочных продуктах в СССР. Молоко было настолько натуральным, что прокисало чуть ли не за день после покупки. Консервантами и прочими способами продлить молоку жизнь тогда никто не занимался. Не успели раскупить, увы, значит утилизировать. Кроме того, никто не занимался ни подделкой, ни манипуляцией жирностью. В СССР все было по стандарту. Было молоко, топленое молоко, кефир, обезжиренный кефир, ацетофилин, ряженка, сметана и еще пару наименований продуктов. Везде одно и то же, но весьма приличного качества. Современные пластиковые бутылки просты в производстве, легки, надежны, но как же сильно они загрязняют окружающую среду. В советский период стеклянные бутылки можно было сдавать в пункт приема вторсырья. А картонные пакеты спокойненько себе разлагались в течение года. За пол-литровую стеклянную бутылку из-под молока можно было получить 15 копеек. И сразу же появляется смысл заниматься вторпереработкой тары. А сейчас сортировка мусора вопрос личной культуры. Масло же стоило чуть дороже молока, но разбиралось намного активнее, в том числе и бутербродное, с меньшей жирностью. Но и оно было существенно лучше того, что нам сейчас под видом масла продают. Кущёнка была настолько крутой, что ни одна современная и рядом не валяется. А ещё её можно было варить. И если сделать это неправильно, то потом приходилось всю кухню от потёков сладковатой массы отмывать. Помимо магазинов, можно было разжиться и разливным молоком. Молочные бочки выглядят точно так же, как с пивом или квасом. Народ выстраивался к ним очередями. В общем, скажу так. Разнообразия молочных продуктов в СССР не было, как сейчас. Но для здоровья вредными они не были, в отличие от многих современных продуктов питания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова